И так получилось, что мы все здесь, и мы все с разных городов нашей любимой страны. Говорим мы на разных языках, и на украинской мове, и на русском языке. И когда мы сюда приехали, я Херсон представляю, представитель Херсон Николаев Одесса. Здесь тоже моя дочка, моя подруга, и её дочка тоже с Херсона. Мы приехали сюда 3 марта, ещё здесь не было так зелено, не было так солнечно. Для нас было сначала, изначально очень мрачно и печально, потому что в голове у нас ещё звучали сирены, и было ещё очень страшно. Но я хочу сказать спасибо церкви на скале. Название шикарное. Перед тем, как сюда ехать, Бог показал мне видение, и я видела скалу. Я не могла понять, к чему это. Сейчас я получаю очень много откровений по поводу этой скалы. Я оказалась в церкви на скале. Сюда нас пригласили в первое же воскресенье, как только мы приехали, наши друзья, с которыми мы познакомились через интернет, через фейсбук. Это Ждановичи семейства. И они нас сюда позвали. И вы знаете, когда мы сюда попали, это было что-то такое. Вот сердце просто возрадовалось. Это была такая радость, такое какое-то чувство. Но оно переполняло. Мы просто первый же день в прославление вошли. И такое ощущение, что мы здесь действительно как дома. Мы почувствовали себя как дома. И я потом, когда поняла, что вот она, скала, вот она, мы здесь, мы на скале. Но на этой скале я видела границу. Посередине этой скалы проходила такая, как река. Это граница. И я понимаю, что наше сердце, оно тоже сейчас имеет эту границу. Потому что наши родные и близкие, они еще там, в Украине. И они там тоже находятся на скале. Потому что они тоже с Богом. И сегодня у меня вообще двойной праздник. У меня сегодня еще с мужем и юбилей. Годовщина свадьбы, 28 лет. И я увидела еще продолжение. Да, Бог мне продолжает открывать. Вот эта скала, я мужу написала утром, когда проснулась, я написала, что вот эта скала, которую я видела с границей, это мы с тобой. Но нас сейчас разделяет эта граница. И она нас разделяет, да, нас разделяет 600 километров. Но я верю, что в Боге мы едины и действительно мы скала с Ним. И я ему написала, он мне написала, спасибо тебе за эти добрые слова. Потому что это очень важно, быть единым в Боге. И если ваша семья разделена сейчас границей, то просто молитесь за них, поддерживайте их. И потом мы соединились в отеле с прекрасной семьей из Мариуполя. Вы знаете, город Херсон оккупирован, Мариуполь разрушен. Но мы скала, мы единые. Мы с ними в номере собираемся и молимся. Мы с ними поем и прославляем Бога. И таким образом наши сердца, они соединяются. Мы их не знали никогда. Но вот эта скала, вот эти вот дорогие пастыри, его жена, это скала, которая нас тоже соединили. И мы приготовили для вашей церкви и для всех вас гостей песни. Мы не вокалисты, ну я не вокалистка там. Мы вот вместе просто, мы семьи. Поэтому наши песни, они от сердца. Естественно, мы споем их на украинской мове. Вы многие эти песни знаете. Это песня молитвы. Они от нашего сердца. Это песня молитвы. Это песня молитвы. И в сердце ты не верю с украину. И в сердце ты не верю с украины. Боже мой, любви за людей, и прости, и спаси, иди свою нам яви, Боже, я знаю, что ты будешь с нами, 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 И ты будешь с нами, Боже, я знаю, что ты будешь с нами, Боже, я знаю, что ты будешь с нами, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok